Бисмиллахи ррахману ррахим. Альхамду лиллах. Ва салату ва саламу аля Расулиллах. Ва аля алиху асхабих аджма'ин амма ба'ад. Продолжим морфологический разбор Сура Али-Ихласа Единобожия. Мы остановились на эти «уалами куллаху куфуан ахад». И не был ему равен никто. «Уалам» — «алвау» и «лам» — «каждый из этих дуга» — это харф, а значит, как калиматумабнивтум, слово с неизменяемым кончанием не будет здесь рассматриваться. «Ла туб хатухи альминсарф». Яку на это фаулен мударен глагол «настоящий будущий времени» «Аля возни яфул» — «бихадз фил айн» с удаленным айнам. Айхудива ал харфал ацлию ац-танин. Удаленная с удалена вторая корневая буквы. Ва ласлу в основе было «як вун», «как лям, як туб» у модели яфул. Устуствкалят даму то «аля ла харфал айлати» и «аля лвау». А голосовку даму подсчитали трудным в произношении над слабой буквы «вау». Из-за чего ее передали предшествующие здоровые буквы «кав». В следствии чего встретились два сакуна, две сакунированные буквы. «Аль вау ллати фа кадат хараката» — «бука вау», который из-за передачи огласовки потерял свою огласовку. «А нун ллати алейха аля матуль джазм» и «бука нун», над которой имеется сакун, являющийся признаком джазма, усеченного состояния. «Вау» и «нун». «Фахудива таль вау ллати хия харфал ацлию ацлию», после чего была удалена «бука вау», являющаяся слабой буквы, а не «нун». Следует отметить, что данное правило является общим стандартным правилом в подобных слабых пустых глаголах . Что бы там ни являлась причиной для встречи двух сакуна, как фактор джазма, например, «аляма таль джазми», «лам», например, «лам я кун», или же присоединение огласованного местомения падежа раф, именительного падежа. То есть «ибтисаля дамир раф аль мутахарль», как, например, «каванту», и в итоге «кунту», «кунна», «кунна в основе», «я кунна», «я кунна в основе». Изначально было «я кунна», потом «я кунна», и, наконец, «я кунна». И также это касается не только слабой буквы, но и остальных двух ее сестер, то есть «я» и «эльфы», например, «я бию» и «лам я бию» после добавления харфа джазма «лам», или «я бияна» с удалением буквы, в основе была «я бияна», «я бияна», потом «я бияна», и «я бияна», и «я бияна». И за секунду следующая за ней буква «ань». Также «я хафы» и «лам я хаф» или «я хафна» с удалением алифа по той же причине. Значит, можно сделать вывод и провести общее стандартное правило, гласящее, что эти слабые буквы алифа, ау, я удаляются в пустом глаголе ажов, если после них появляется секун и возвращаются, если секун после них уходит. Например, «лам я кун», «я кун» в основе удаления вау из-за встречи двух секун и «лам я куна», где буква «возвращается» или, скажем, не удаляется, так как после него уже нет секун. «лам я куну», «возвращается», «лам такун», «вау удален», «лам я куна», «возвращается», «лам я куна», «вау удален», и так далее. Или просто «я куна», здесь даже если нет ламы, «вау» все равно будет удален, потому что следующая за ней буква не имеет огласовки, а суконированно, то есть вообще без ламы. «кана я куну», «кавана я куну» в основе, это порода фа'алияфулю, «кана» в основе это фи'улюн, сул'а асин, муджар, трех буквы на глагол, первообразной формы, то есть без добавления. «гайру сахихин, гайру салимин», «нездоровый», «неправильный» глагол, так как это ажов, пустой глагол, так как айну, харфу айл, это не его айна, то есть его вторая корневая буква является слабой буквой «вау». Дальше. «калахуан», «ал-лама» это харфу «джерина», «аль-ха» это «дамир муттасын», слитное местомение, «калахума калимутын мабниютын», каждый из этих двух слов является словом с неизменяемым кончанием, а посему не будет рассматриваться наукой «сарф», «ла-ябахатхума альмус сарф». Дальше. «Куфуан», «куфуан» это имя «исмун а-ла-возни фу'ул», имя по модели «фу'ул», в основе как они приводят было «куфуан», с «хамзой». «Кулебатель хамзе ту вауан», «хамзе» здесь заменили на «вау». «Ва ин кульна ин асла куфуан, куфуан», и если мы скажем, что основой «куфуан» является «куфуан», то это «исмун а-таласин муджаридан сахихан гайрусалим». Это трехбуквенное имя первообразной формы, здоровое, но неправильное имя, так как это «махмудзун лами», имя, у которого третий корневой букв является «хамзе». Что касается слова «аадан» в конце, то о нем мы уже подробно поговорили в начале этой суры. «Валлаху а'lam»